Международный тренировочный лагерь, который собирает в Сочи дзюдоистов со всего мира, не имеет аналогов в стране. Побывав здесь раз, все спортсмены вернулись снова. Появились в зале и новые национальные команды. Только иностранцев 250 человек – голландцы, грузины, узбеки, венгры, бельгийцы. Большинство титулованных спортсменов планируют в весне подготовиться к летней Олимпиаде 2016 года. Представлять Россию и, конечно же, Краснодарский край в Рио-де-Жанейро будет заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Арсен Галстян. Сейчас у атлета период адаптации, он перешел в новую весовую категорию. А потому побороться с прибывшими в международный лагерь звездами дзюдо для атлета – это ценнейшая возможность. Здесь удается тебе больше набраться опыта, побороться с ними, узнать больше о сопернике. И это большой плюс для того, чтобы на соревнованиях себя чувствовать уверенно. На международной арене уже будет видно, кто был лучше готов, кто готовился и старался больше. Тренировочные схватки в олимпийском лагере Арсен проведет и со своими потенциальными конкурентами. Многие из этих ребят также готовятся к олимпийским играм. Каждому необходимо провести как можно больше спаррингов и, главное, разнообразных. В России никогда не было такого лагеря, и тем более с таким количеством спортсменов. Это большой успех за столь короткий период работы. В 2016 году провести сборы будет сложной за летние олимпиады, но после мы будем придерживаться расписанию, так как в первую очередь это важно для российских спортсменов. Сборная России – одна из сильнейших в мире. Спарринги с нашими спортсменами для тех же африканцев – это большой опыт. Много перспективных дзюдоистов и в женской команде. В этом году прекрасную половину отделили от сильной. Тренируются спортсмены в две смены из-за большого количества участников. Здесь присутствуют все олимпийские победители, чемпионы мира, Европы. Поэтому вторые номера, третий. И значит, говорит о том, что Краснодарский край уже на таком олимпе. Очень перспективный получился лагерь международный. Очень большой обмен опытом. И вообще это интересно, что для города Сочи, что для нашего края, что для России. Очень интересная такая программа, поэтому обязательно будем развивать это. Олимпийский тренировочный лагерь под дзюдо занесен в международный календарь Всемирной Федерации дзюдо. Неизменно и место встречи – Центр спортивной подготовки олимпийских чемпионов отеля «Весна». Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.